Привет народ! Сегодня с вами снова я Евгений Пугачев и мы как всегда будем говорить о бариатрии. Повторяюсь, для тех кто не знает, я в 2011 году сделал свою первую бариатрическую операцию и 4 года тому назад прошел повторную бариатрическую операцию, сделал шунтирование, полное шунтирование. Мою историю вы можете посмотреть в прошлых видео. Для тех, кому не терпится или лень зайти посмотреть на прошлое видео, все очень просто. Я сделал первую бариатрическую операцию слив, резекцию желудка и через некоторое время у меня начались проблемы, пошел рефлюкс, сжога и прочее, поэтому пришлось сделать вторую бариатрическую операцию. Так вот, если бы рефлюкса у меня не было, я не пошел бы на эту повторную бариатрическую операцию, чтобы просто было понятно. Теперь, небольшой дисклеймер, я сразу говорю, что я не медик, у меня нет никакого медицинского образования, кроме того, что я пожарный спасатель-волонтер, но как-то так, поэтому все, что я вам говорю, базируется конкретно на моем личном опыте. И я считаю себя экспертом в данной сфере, потому что после двух бариатрических операций ты немножко понимаешь больше, чем простой бариатрик. И кроме этого, когда я посещаю иногда своего бариатрического диетолога, в Израиле бариатрик, тот, кто прошел бариатрическую операцию, он не может пойти к диетологу простому. То есть, когда ты приходишь к диетологу, который не бариатрический, он просто говорит или она, что извини, дорогой, это не моя компетенция, и тебе надо пойти к бариатрическому. У меня просто был такой опыт, моя бариатрик была занята, ее не было. Я имею в виду про своего бариатрического диетолога. Я зашел к обычному, она говорит, ну, давай, садись, ой, извини, не могу тебя принять. Как-то так. Теперь будем говорить о моих достижениях или недостижениях, или недостатках и прочее. Для начала, повторюсь, я бы не делал вторую бариатрическую операцию, и я не сильно поправился после первой операции. Даже забегу вперед, скажу, когда я делал снимки перед операцией, то есть, нам нужно сделать, пройти полную комиссию медицинскую, проверить, что и как, да, и мне нужно было сделать снимок, значит, рентген в прямом эфире, то есть, что происходит, ты пьешь барий, тебя кладут на кровать и начинают шатать, проверить. Есть ли рефлюкс и какой? Проверить желудок. Вот я видел свои снимки вот эти вот, я вам скажу, у меня желудок почти не увеличился, то есть, вот он был маленький, да, примерно как вот форма банана, скажем, да, такой же он остался. Но у меня сверху появилась просто громадная грыжа, которая сделала проблему и рефлюкс. Так вот, о достижениях. Да, я скинул еще несколько килограмм, на сегодняшний день мой вес составляет примерно, еще раз говорю, примерно 105 килограмм. Я специально говорю 105, потому что у меня качели очень сильно высокие, то есть, обычно, как я знаю, у классических вариатриков, да, особенно те, кто сделает шунтирование, как правило, качели примерно в килограмм 2-3, у меня эти качели примерно в килограмм 5. Но то больше, то меньше, тем более из-за короны, я их хожу поменьше, тогда у нас перекрывали в Израиле всех, и мы не выходили практически из домов, и было не очень приятно, да, но все-таки было и прошло, но сегодня у нас все открыто более или менее, можем ходить, гулять больше, поэтому корона тоже дала свое. Теперь по поводу достижений. И как я понял, что все, что я вам в прошлых видео рассказывал, про витамины, которые я принимаю, данные, у меня это все работает. Кстати, если вам интересно, можете зайти и посмотреть в описание ролика, там стоят ссылки на конкретно то, что я принимаю, на витамины мои и прочее. И еще одна интересная вещь, если вы хотите присоединиться к нам, у нас есть группа в Телеграме, до этого была ссылка, была на WhatsApp, но мы решили потихонечку переезжать в Телеграм, потому что все очень просто. Есть несколько причин. Первая причина, потому что в группе на WhatsApp вы можете иметь, то есть если у вас группа, то максимум 250 человек и все. Вот, а второе, мы прекрасно знаем, что из-за обстановки, которая сейчас сложилась между Россией и Украиной, происходит небольшая проблема в том, что могут перекрыть WhatsApp, бояться, и как бы меня попросили перейти в Телеграм, еще раз, я с вами, с подписчиками, зрителем, общаюсь, вот видите, напрямую, вы можете также писать мне, если хотите поговорить с вами в личке, то тоже, конечно, вы можете это сделать, и я, как правило, отвечаю. Я не всегда могу, у меня не всегда есть время, но когда у меня время есть, то с радостью, то есть если вы пишете, говорю, Женек, хочу с тобой поговорить, говорю, смотри, сейчас я не могу, к примеру, ну давай там через час-два, или вообще никаких проблем, да. Теперь по поводу моих проверок, я буквально вот недели-полторы тому назад сделал анализы полные, витаминов и прочее, ребят, я был не то, что удивлен, да, но у меня все вот так супер по центру, да, есть что-то чуть больше, что-то чуть поменьше, но в плане витаминов и здоровья я не ощущаю никаких проблем, чувствую себя превосходно, вот, недостатки, и про них тоже надо поговорить, потому что они есть, 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 да, еще раз, я не стесняюсь своих проблем, я говорю откровенно, у меня иногда, то есть иногда бывает демпинг, ксидром демпинга, я не буду сейчас про это рассказывать очень много, ну, надо знать, что он у меня бывает, причем я не могу сказать, что вот я сейчас пойду съем, грубо говоря, картошечку или мороженое, у меня он будет, не могу такое сказать, бывает есть, ну, как правило, его нет, естественно, да, но бывает есть, еще это бывает у меня, я вот заметил, если я, допустим, съем немножко больше, чем мне надо, то есть, а моя пайка, она не изменилась, в принципе, да, сейчас я расскажу вам про количество еды, значит, пайка моя, это примерно, я пытаюсь придерживаться, что мой прием пищи, это один стаканчик одноразовый, берем один стаканчик одноразовый, да, вот это вот количество моей еды, сейчас неважно, это жидкая еда или не жидкая, про супы я уже свое мнение вам высказывал, что это лишние калории, думаю, что это лишнее, но, еще раз, если хочешь себя побаловать, почему, блин, нет, можете сделать классный суп из батата, с мясом, как бы, тоже вообще никаких проблем, вот, ну, это еще раз, это так, как кушаю я, уже много раз про это рассказывал, кроме, кроме того, что есть у меня иногда демпинг, что вы должны понимать, что, когда вы делаете операцию, как шунтирование, да, то стул, который у вас был до этого, у вас его не будет, то есть он более жидкий, скажем так, и вот давайте вот, ну, я всегда говорю со своими зрителями и подписчиками прямо, да, как вот обычных, я до этого ходил в туалет, уверенная такая колбаска, хорошая, да, этого практически нет, может быть, за эти 4 года я могу пересчитать на пальцах одной руки, как я ходил в туалет, именно вот хорошо, ну, по-мужски, по-пацански, скажем так, да, личная жизнь, личная жизнь, скажем так, в половом отношении, все супер, проблем нет, то есть, когда я был большой, у меня тогда и не было проблем, ну, я думал, что их нет, ну, в каком плане, у меня все было хорошо, у меня и жена красавица, и детки, все класс, но когда скидываешь вес, то либидо получше, и желания больше, как бы, да, ну, я уже тоже про это рассказывал, можете посмотреть, видите, я, у меня есть про это интересное видео, welcome, нет никаких проблем, 4 года, давайте все-таки я попробую подвести итог, итог, он с моей точки зрения такой простой, что, первое, если бы я в свое время знал, что после слива, после резекции желудка будут такие побочки, я бы эту операцию не делал, делал конкретно шунтирование, что тогда меня остановило в мое время, когда я решил делать операцию, как правило, шунтирование делали, да, но это была, считалась тогда трудная операция, и меня запугивали тем, что надо принимать витамины постоянно и прочее, 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 ребят, если у вас нет никаких медицинских проблем, и вам нужно делать любую бариатрическую операцию, берите простое шунтирование, после него гораздо проще, легче, и, в принципе, хорошо, количество еды, если мы, вот я сравню с вами количество еды после резекции и шунтирования, да, то конкретно после шунтирования, если я хочу, я могу кушать больше, вот, если берем стаканчик, да, то могу съесть полтора-два стаканчика, я даже пробовал на себе как-то, можно съесть больше, но этого делать не надо, если у вас есть какие-то вопросы, присоединяйтесь в группе телеграм, пишите комментарии, я всегда отвечаю, с вами был Евгений Фугач, до новых встреч, всего хорошего и пока!